Ана, сейчас все чаще пишут о космоснимке. Вы активно их используете. Можете рассказать несколько успешных примеров, их использовать на вашем опыте и как их могут использовать другие НКО и активисты? Ну космоснимки это такой довольно доступный ресурс информации и их прелесть в том, что они открыты для людей. Любой человек может скачать снимки лансад, например, или посмотреть то, что есть в каталоге Planet Labs снимки и использовать их для своих задач. Для чего можно использовать? Во-первых, больше всего, наверное, сейчас в России, если глобально смотреть, мы их используем для мониторинга пожаров и аргументации нашей позиции о том, что данные о пожаре должны быть открыты, что они должны скрываться, не должно быть леса пожарной лжи, потому что это ведет за собой клубок проблем. Если регион отрицает, что у него горит, тогда он совершенно соответственно не может объявить режим ЧС, не может запросить дополнительные силы для ликвидации этих пожаров и так далее. Второе, в чем помогают космические снимки, это мониторинг лесов. Если вы хотите понять, что происходит с вашим лесом и как он меняется, космические снимки это то, что может вам помочь, в том числе проследить историю. Данный лансат в свободном доступе, легко доступный с 1984 года. Соответственно, вы можете посмотреть, что там было 30 лет назад и доказать, если нужно, что это именно не лес, который вырос, например, на заброшенных сельхозземлях за 20 лет, как вам, например, могут пытаться доказать чиновники, а он здесь существовал в 1987 году. И вот есть снимок лансат, который не просто у нас есть, он есть у всех. То есть любой человек, который хочет, может его скачать из архива, посмотреть, и его невозможно подделать или исказить. То есть это достаточно веское доказательство того, что лес существовал.